Субтитры сделал DimaTorzok Яс, ты закрыл ворота и калитку? Нет, я закрыл ворота. Закрой, пожалуйста. Привет, ребят! Кто присоединился, напишите, пожалуйста, как меня слышно и как видно. Очень здравствуйте! Все, привет, ребят! Спасибо, Евгений! Слышно и видно отлично. Все. Благодарю, ребят! Можете писать сюда вопросы. Сейчас я включу YouTube, чтобы там тоже смотреть, какие вопросы, если кто-то напишет. Да, ребят, сегодня тема не просто так возникла. Тема между двумя мирами. Спасибо, приятно очень за сердечки. Прям радует. Вы все прекрасно знаете, да, что сейчас у нас идет марафон рождения аватара, к которому можно присоединиться на любом этапе, даже когда он закончится, можно просмотреть. И сегодня у нас с ребятами была тема зрения. Но зрение, когда я рассказывала про то, есть зрение физиологическое. Физиологическое – это то, что мы видим, нашу материю, нашу физику через глаза, через глазные яблоки, которая связана с копчиком. И задали такой вопрос на марафоне. После того, как я рассказала, действительно, есть такое, что девочка одна сказала, да, у нее действительно, у мужа удалили грыжу межпозвоночную в районе копчика. И у него упало очень сильно зрение, что делать. И как раз мы об этом говорили. И Алексей, который по физике знает достаточно много, да, то есть я по психосоматике, все-таки психология и свое видение. То есть я не медик, я не могу сказать, как это соотносится одно с другим. Но я вижу эти соединительные процессы, соединительные ткани. Я вижу, но рассказать это не могу. И именно поэтому я пригласила человека, который разбирается в этом, у которого есть в этом образование. И он как раз сейчас рассказал, дал, что такое физиология, как копчик связан с нашим мозговой деятельностью, как она отражается. И мы как раз проговорили про видение глазами и про видение внутреннего мира. Где у нас глаза материального мира находятся и где у нас глаза внутреннего мира находятся. Как они соприкасаются и как развивать одно видение, как развивать другое видение. Это, конечно же, все мы проговорили на марафоне рождения Аватара. И почему родилась такая тема между двух миров? Это как раз про то, что я, конечно же, вот сейчас будет у нас марафон запуститься, когда наберется определенное количество людей, про которые мы проговариваем, да, и будет марафон про депривацию сна. Но это, ребят, это не марафон про то, как мы с вами будем друг друга поддерживать. Не спи, я с тобой, все будет хорошо. Нет, не про это. Это про внутреннее осознание, что с нами происходит во время сна, что происходит с физическим телом, когда мы спим, что происходит с физическим телом, когда мы не спим, что с нами происходит, когда мы во сне, где я есть, когда я сплю и когда я не сплю, когда я бодрствую, что происходит, когда отключается наша нервная система, когда она отключается, отключается ли она во сне, что будет, если она отключится в бодрствовании, И обо всем этом мы с вами проговорим Но я хочу сегодня еще проговорить такую тему Я надеюсь, что не поставит YouTube Strike Потому что они меня и так не выпускают в открытый эфир Мы открытый эфир сейчас ведем через ВК Потому что я для них не очень актуальна Раскрываю мне те темы, которые нужно раскрывать Вот так я бы сказала И как раз почему эта тема между двумя мирами Это не привлечение вас темой Чтобы вы такие услышали тему Она что-то скажет такое вот интересно И тут бла-бла-бла Нет, ребят, это не про это Это я именно хочу сказать про то, как Я уже говорила Очень многие разделяют У нас вообще принято вот это вот дробить, да? Дробление Дробление там ум, тело Вот эта реальность от ума Это реальность из души Это реальность духа Это реальность Ещё какая-то Это ещё какая-то Ещё какая-то Но почему-то мы забываем, что все реальности Все реальности, которые существуют Это которые я называю и называла плотности, да? Вы, кто меня смотрит, знаете об этом Это всё находится в едином пространстве Пространство единое И когда говорят там выход из матрицы, выход из этой плотности, выход из этой реальности, выход ещё из чего-то Какой бы выход ни был, он весь идёт в пространстве Пространство всегда единое Ты можешь выйти на определённый уровень сознания, на определённую плотность Заглянуть в иной мир, даже побывать в ином мире, даже жить в нескольких мирах Единовременно жить в нескольких мирах Ты это можешь делать Как только ты себя осознаёшь, ты это можешь делать Но пространство единое И как раз вот эта вот тема между двух миров Это та тема, которую мы можем осознать на любом уровне осознания Не нужно быть каким-то там гуру, каким-то там вот сверхпросветлённым, сверх ещё каким-то Когда вы начинаете, я всегда говорю, что просветление, пробуждение Чтобы вы не говорили, как бы кто ни позиционировал, это доступно абсолютно всем Никто не родился с золотой коронкой в жопе Все мы изначально созданы с вами одинаково Причём я могу сказать вот абсолютно точно, что все, кто меня смотрит С негативными комментариями, с позитивными комментариями, неважно И всё равно меня нашли Вы нашли меня по одному и тому же критериям, который заложен в вас И как минимум вот эти люди, которые здесь, в этой плотности, в этой реальности В едином пространстве Мы все с вами можем осознавать как минимум первый уровень Первый уровень прохождения самого себя Да, это всего лишь первый уровень, но он самый увлекательный Потому что когда вы понимаете, что вы проходите первый Это как в игре прохождение первого уровня какого-то Что вы думаете, о, вот этот я прошёл, значит я могу и дальше идти Да, вы можете идти и дальше, и дальше, и дальше, и дальше И вот этот первый уровень я вам хочу показать и рассказать Он самый простой, он не завуалированный Конечно, может кто-то завуалировать его, ещё как-то показать Это, это можно сделать хоть как обыграть Но пока вы его не пройдёте Вы не поверите в себя, наверное, так это сказать, да Вы не поверите в то, что вы можете прям вау А вы действительно вот прям вот настолько можете всё И чтобы вы понимали, что это действительно всего лишь первый уровень Привет Это когда, вот этот первый уровень, когда мы бодрствуем И когда мы спим И нам кажется, что мы существуем в двух мирах И когда мы существуем в двух мирах То есть первый мир, когда мы бодрствуем Это тот мир, который мы позиционируем Ощущаем через своё физическое тело То, что мы привыкли чувствовать пальчиками Когда мы привыкли чувствовать через свою физику Когда мы привыкли чувствовать через то, что мы уже видели неоднократно Повторяющиеся чаще всего Одни и те же обои в комнате на протяжении некоторого времени Достаточно протяжительного, да Одни и те же деревья Один и тот же голос Мамы, родных, ещё кого-то Одно и то же имя, которым нас зовут Которым зовут вот это физическое тело И здесь очень много, вот в этой плотности Очень много шаблонов Через которые мы можем позиционировать Что мы бодрствуем, что мы проснулись Потому что нам легче в этом мире Управлять какими-либо процессами Через постоянное повторение Не потому что мы здесь всегда есть А потому что в этом, в этой плотности Эта плотность отличается от других Постоянными повторениями Проснул, уснул Проснулся, проснулась, уснул Поел, сходил в туалет Оделся, разделся Помылся, вытерся И ещё что-то Подстригся, волосы отросли И вот это вот мир повторений Это плотность повторений Это та плотность, где ты можешь Ежедневно, ежесекундно Превозносить себя всё выше, выше и выше На определённый этап Что мы, к сожалению, не делаем Мы эти повторения привыкли повторять Для повторения Не для роста себя А для повторения себя То есть мы, например Самое простое, да Меня чаще всего смотрят те люди Которые связаны плюс-минус с едой По определённым причинам меня Вот, и именно поэтому Я могу вот такой пример привести Что они едят, едят, едят Потом говорят Это плохо для моего организма И перестраивают свою еду Перестраивают, перестраивают, перестраивают Но очень на позднем этапе Доходит определённая вещь Что это можно менять каждый день Каждую неделю Пусть даже не каждый день Каждую неделю То есть ты понял Что вот это вот происходит При определённом пищепоглощении У тебя происходит вот это с телом Ты можешь это поменять Но ты настолько зациклен на повторениях Что ты поменять это практически не можешь Потому что повторение в этом мире Лежит приоритетно Именно поэтому мы не можем выйти Из этого круга сансары Не потому что мы в чём-то привержены А потому что это плотность повторения И если вы сделаете акцент На другой, на иной плотности На плотности сна И это можно интерпретировать Осознанные сновидения Уход в сон Убирание сна Следующий этап Следующий этап Убирание сна Это когда вы научитесь Быть в этом коридоре В коридоре между бодрствованием И сном И вот это вот как раз Когда сон Во сне кто есть? Во сне есть я Во сне есть я Без Той плотности Которая идёт в повторение Во сне есть я Где нет интерпретации Через физическое тело Во сне есть я Без интерпретации Постоянного повторения Через привычный мир Там могут быть плавающие деревья Там могут быть летающие кошки Там может быть растворяющийся дом Там может быть всё что угодно Что мы не привыкли вы Видеть в повторяющемся мире Повторяющийся мир Для нас более Более лайтовый Так скажем Поэтому мы привыкли Опираться на повторяющийся мир Что я есть в повторяющемся мире Хотя во сне Мы не можем отрицать Что я есть Во сне я тоже есть Но здесь настолько всё Неуправляемое мной Что мне проще говорить Что вот этот мир реальный А это сон И в то же время Я хочу убрать сон Чтобы быть постоянно Вот в этом мире Но управлять этим миром Так же как я управляю Вот в этом мире Во сне Когда я могу летать Когда я могу Материализовывать любые вещи Из любого пространства Я хочу вот из этого пространства Перетащить всё сюда Но оставаться в этом пространстве Потому что через постоянные Повторения Я могу чувствовать Что я живу А здесь Я могу чувствовать Только что я есть На данный момент времени На данный момент маленький Момент времени Который я не могу Отследить В прошлом И я не могу Сформулировать В будущее И вот это вот Данный момент времени Момент В моменте жить Я не умею Поэтому я всегда Переношу то Что я хочу Сюда И поэтому я пытаюсь Вот этот мир Убрать А вот этот сделать Максимально Насыщенным И за счет этого Я не могу быть В коридоре Временном коридоре В котором я могу Полностью владеть Этим миром И вот этим миром И когда я научусь Владеть этим миром И вот этим миром Тогда я буду Находиться Вот в этом коридоре Где я могу В дальнейшем Идти в следующее Развитие себя Понимаете ребята О чем я говорю И как раз На марафоне Про депривацию сна Мы с вами будем Проходить Вот этот коридор Почему я не могу Находиться Вот здесь Почему я хочу Вот отсюда Перевести все сюда Но здесь Ты управлять Вот этим Не можешь Ты можешь Управлять Вот этим Только в переходном Пространстве Между вот этим И вот этим И когда ты научишься Вот этим Вот этим управлять Представляешь Какая бомба Получится из тебя Вот здесь Сможешь ты Быть этой бомбой Готов ты быть Таким Максимально Большим И объемным И глубоким Если ты не готов Быть таким Задумайся Почему Приди на встречу В Москву Либо в Сочи На ретрит И проверь Где у тебя Есть этот Затык Где в тебе Есть этот Стопор Который Не дает тебе Расшириться На первом Этапе Твоего становления Не сдерживайте Не сдерживайте Себя Ребят У нас Так много Всего И К сожалению Так мало Я могу Рассказать На прямых Эфирах И может Может быть Кому-то Кажется Что я Просто Заманиваю Кого-то Но я Я действительно Хочу Расширить Свой мир Потому что Я понимаю Какой Он И я Хочу Вам Это Показать Но не Всегда Получается Это Сделать В обычных Соц. Сетях Приходите Присоединяйтесь Я вас Очень Очень Жду И Мне Очень Хочется Передать Вам Эти Знания Чем Больше Я передаю Знаний Чем Больше Я Опустошаюсь От этих Знаний Тем Больше Я получаю Следующих Мне Важно Передать Вам Сейчас Чтобы Пойти Выше Я Вас Всех Очень Благодарю За Эфир За То Что Были Со Мной Если Есть Вопросы То Я С Огромным Удовольствием Отвечу А Если Нет Вопросов То Я Конечно Ж Что Я Смогу Я Постараюсь Раскрыть Это В Безоплатных Эфирах С Огромным Огромным Удовольствием И Конечно Я Вас Жду На Встречу В Москве 2 И 3 Июня И Там Будет Просто Просто Оплата Чтобы Мы Смогли Чтобы Я Смогла Оплатить Организаторам И Зал Чтобы Максимум Передать Вам Благодарю На Марафоны Я Вас Всех Обнимаю С Огромным Удовольствием Передаю То Что У Меня Есть Благодарю Вам Благодарю